Обращение по поводу Кадыровской новогодней акции. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. 2021 год, конец декабря. Чеченская республика. Маразм крепчал. Всем дошкольным образовательным учреждениям обязали купить минимум две елочные игрушки. Казалось бы, что тут такого, да беда в том, что одна игрушка стоит 15 тысяч рублей. У воспитательниц зарплата 8 тысяч. У поваров чуть больше, у докторского персонала 18 тысяч, не больше. А откуда такие цены и что это за игрушки? Обычные елочные игрушки. В республике проходит типа такая акция, дари добро по инициативе Айшат Кадыровой, где покупатели, это любые желающие люди. Но проблема в том, что, во-первых, у народа, который еле как сводит концы с концами нет денег на елочные игрушки. Во-вторых, люди прекрасно понимают, что деньги идут в фонд Кадырова, и поэтому даже тем, у кого есть деньги купить и пожертвовать, не хочется этого делать. Соответственно, инициатива Айшат просто стоит на месте, потому что всем наплевать на саму ее, и на ее инициативу, потому что в республике дела обстоят не так, как это преподносят кадровские СМИ. И теперь, чтобы был хоть какой-то ход продаж, они обязали это дошкольным учреждениям. Работникам надо скидываться по 500 тысяч рублей, чтобы оплатить эти игрушки. С каждого садика по 30 тысяч рублей. А потом через несколько дней, наищедрейший фонд Ахмата Кадырова раздаст подарки детям и все должны будут благодарить род Кадыровых за это.